Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Вопрос слушателей Церкви». Здесь мы отвечаем на те вопросы, которые вы присылаете к нам в студию и в социальных сетях. Сегодня в нашей студии гость Даниил Ловско, служитель Церкви, который ответит на один из ваших вопросов сегодня. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. Что ж, давайте перейдем к вопросу, который, я думаю, любой служитель Церкви, ответ на него должен знать на собственной практике, ежедневной практике. Вопрос касается молитвы. Неправильная молитва, бывает ли она? Есть ли молитвы, которые Бог не слышит? И почему так происходит? Например, в Библии есть слова, что «Господь не услышал бы в псалмах». Есть такие слова. Итак, я думаю, молитвенная жизнь присуща любому служителю, поэтому вам хорошо известен был бы ответ на него. Да, что такое молитва? Когда мы говорим о молитве, мы должны прежде разобраться с тем, что она в себя включает. Молитва – это не монолог, прежде всего. Это диалог. Когда мы говорим, слышит ли Бог мою молитву? Что мы под этим подразумеваем? Наверное, чаще всего люди подразумевают, отвечает ли он мне на мою молитву. Ну да, если просто слышит, неинтересно. Мы не можем узнать, услышал он или не услышал. Зная то, что говорит Священное Писание, зная о Боге, что он всемогущ, всеведущ. И как многие авторы Священного Писания говорят, что мы только помыслим, еще нет слова на устах наших. Бог уже знает, о чем мы думаем. Поэтому говорить о том, что он физически не мог услышать нашу молитву, мы не можем. Бог даже помыслы, мотивы наши знает. С другой же стороны, восприятие человека о том, что Бог его не услышал, говорит о том, что человек не получил ответа. А может быть, еще и не получил ответа того, который хотел бы получить. Иногда бывает так, что мы, обращаясь к Богу, выстраиваем перечень просьб. Господи, благослови, Господи, защити, Господи, оберегай, Господи, благослови моих детей, Господи, дай мне хорошую работу. А что плохого в этом? С одной стороны, нет ничего плохого. Разве мы против, когда дети к нам обращаются и говорят, папа, помоги мне? Да у нас и молитва Отче наш, учит нас какие-то просьбы Богу говорить. Да, но проблема человека, проблема человека, того, который говорит, что Бог меня не услышал, в большинстве случаев состоит в том, что он Богу перечислил, что ему нужно. Вопрос, а он услышал ответ Бога? Он хотел услышать ответ Бога? Или он уже себе спланировал этот ответ? Что можно не услышать ответа и думать, что не услышал Бога. И думать, что Бог не услышал. Хотя, как мы говорили, Бог слышит в любом случае, читает мысли. Другое дело, что он, может быть, не слушал, как нам может показаться. Может нам так показаться. Видите, проблема в молитве не столько в Боге, что он не услышал, а проблема зачастую бывает в человеке. Что человек не увидел Божий ответ. Иногда Бог действительно отвечает, но не так, как мы то себе спланировали. И вот этот ответ Божий, он нами не видим. То есть, мы его не видим, мы его не заметили. Бог ответил, Бог защитил нас, Бог удержал нас, может быть, от чего-то. Даже не дав того, чего мы просили. Даже больше дав, больше ответив нам на нашу просьбу. Утром, когда мы выходим на работу или выходим и садимся в свой автомобиль, мы говорим, Господи, пожалуйста, благослови, помоги мне доехать. Затем мы благополучно доехали, вернулись. Для нас это естественная ситуация. Мы приехали, мы нормальные водители, в конце концов, знаем, как руль держать, на какие педали давить, правила знаем. Мы проехали. И, может быть, уже приехав, возникает ли мысль, а сколько было ситуаций, от которых Бог меня спас. Которые я даже не видел. И, может быть, живя в этой суете жизни, обращаясь к Богу в молитве, нам кажется, ну что Бог в моей жизни отвечает? Как Он отвечает? Я же просил Его дать мне больше денег. А Он дал мне меньше. Но я не знаю, что для меня лучше. Я не знаю, что для меня лучше. Ответ Божий, он не состоит в том, чтобы мне дать то, что я прошу. Ответ Божий в нашей молитве состоит в том, чтобы дать мне то, что принесет мне благословение. Есть одна такая притча. Когда у одного человека, фермера, была мечта купить себе коня. Ну, денег было немного, и он себе копил для того, чтобы приобрести коня. И вот настал тот день, когда он приобрел коня. Обрадовался, что он сможет пахать поле свое, помогать соседям. Но вот этого молодого коня, его сын стал объезжать и упал с этого коня и ногу себе сломал. И все соседи говорили, вот какое проклятие с этим конем, сын тебе ногу сломал. Этот человек говорит, мы не знаем, что для нас хорошо, а что плохо. Через короткое время, пока еще этот молодой человек болел, началась война. И молодых ребят стали забирать на войну. И так как у него поломанная нога, его освободили. И все люди говорят, какое это благословение, что вот так получилось, и теперь он не попал на войну. Прошло некоторое время, конь убежал. Люди говорят, ух, ты столько денег вложил, какое это проклятие. А хозяин говорит, мы не знаем, что для нас хорошо, а что плохо. Проходит еще две недели, этот конь возвращается, и с ним еще несколько коней из какого-то табуна. И люди говорят, ух, какое благословение. А человек говорит, мы не знаем, это хорошо или это плохо для нас. Бог нас ведет так, как Бог это замыслил, чтобы нас благословлять. Но всегда ли мы видим эти благословения? Всегда ли мы воспринимаем любое обстоятельство жизни, если мы верующие люди, как ответ Божий? Как благословение со стороны Бога? Иногда мы начинаем Бога обвинять. Господи, ты не дал. Господи, ты не ответил. А нужно ли мне было то, что я просил? А не кажется ли вам, что довольно тяжело жить, будучи всегда неуверенным? Пусть это не сомнение, человек не живет сомнением каким-то, но уверенности нет. Разве это популярно в наше время? А что значит нет уверенности? А я не знаю, хорошо это или плохо, но вот такой, какой-то в такой серой зоне, я не знаю, черное это или белое, и постоянно все изменчиво. В своей жизни я стараюсь идти таким путем. Я иду по определенному пути, который я выстроил. Я планирую свою жизнь, я планирую свою работу, я планирую то, как я буду воспитывать своих детей, как буду строить свою семью, как я буду зарабатывать средства. Я планирую даже молитвенную жизнь, встречу с Богом. Я тоже планирую. Мы планируем эту жизнь. И иногда бывает так, что что-то происходит, форс-мажор в моей жизни. Я на этот форс-мажор реагирую так, Бог допустил для чего-то. Бог допустил для чего-то. Это не неуверенность, это наоборот стабильность. Потому что тогда, когда я вижу, что жизнь или ситуация пошла не в том русле, потому что Бог так допустил для меня, для моего воспитания, я вдруг начну паниковать. И это уже не стабильность. Я считаю, что стабильность в том, когда я четко знаю, Бог стоит над всем. Бог стоит и ведет меня, и знает, что для меня лучше. Есть в Библии история про одного царя, царь Езекия. Бог направил к нему пророка и говорит ему, приготовь завещание для дома твоего. Это был благочестивый царь, это был верующий человек, богобоязненный. И Бог через пророка ему говорит, приготовь завещание для дома твоего, ты в эти дни покинешь эту землю. То есть, ты умрешь, почуешь. Но этот царь говорит, как? У меня было другое в планах. И он молил Бога, чтобы Бог продлил ему дни жизни. Бог, хорошо, говорит, я продлю тебе дни жизни. Через пророка ему снова открывает эту весть и продлевает ему дни жизни еще на 15 лет. И мы читали, те, кто читали эту историю библейскую об этом царе Езекии, мы знаем, что этот царь в эти 15 лет отступил от Бога. И было для него благословение то, что Бог продлил или ответил на его просьбы так, как он просил. Или лучше для него было то, что Бог для него уже определил. Понимаете, когда мы говорим о молитве, это определенное таинство, это диалог с Богом. Когда мы стоим на коленях и вопрошаем к Богу, важно, чтобы мы молились не так, что стою за ручку двери, держусь, Господи, благослови, прости, защити и побежали. А чтобы у нас было время, когда мы обратились к Богу, а может быть потом в тишине постояли и послушали, что Бог нам скажет. Бог может говорить через наш разум, через нашу совесть, через обстоятельства жизни, чтобы мы были внимательны в течение дня, как Бог будет нам отвечать. Мы должны слышать Бога, видеть Бога, чувствовать Бога рядом, что Он защищает, в обстоятельствах Его видеть. Потому что у Бога есть план благословить. Бог есть Тот, кто несет благословение. Он не строит планы в нашей жизни или обстоятельства в нашей жизни так, чтобы мы проклятие испытали. Даже если что-то Он допускает, Он допускает во благо нам. Потому что воля Бога – это благо принести человеку. Ну, тут затронули, наверное, для многих будет новым то, что это диалог. То есть, для многих молитва – это действительно я сказал. И она играет роль, может быть, какого-то такого аутотренинга. Я сказал то, что обычно людям помогает, и это меня утешает. А вот для того, чтобы какая-то антенна, бывает излучающая сигнал, а бывает принимающая. И вот быть приемником чего-то, какой-то вести от Бога для многих – это, может быть, не в их практике. Да. Сегодня есть даже такая практика, когда люди хотят, чтобы Бог их услышал. И они говорят, нужно пойти вот к этой бабушке, или нужно пойти к этому священнику, или к этому человеку. Он молитвенный человек. Бог ему отвечает. То есть, зачем туда человек идет? Чтобы получить то, что я хочу. Понимаете? Дополнительно. Дополнительно. Приложить рычаг. Он, да, рычаг приложить. Он идет к человеку более молитвенно, потому что ему Бог всегда отвечает. Но мы в Библии находим много примеров, когда Бог даже богобоязненным пророкам не отвечал. Не отвечал так, как хотел народ. Не отвечал Бог. Почему? Потому что это не было во благо. Он хотел воспитывать. Бог хочет воспитывать человечество. Хочет воспитывать человека. И поэтому он не всегда дает ответ так, как мы хотим. Он не всегда дает нам ответ даже через тех людей, к которым мы обратились за молитвой. Но и сама молитва. Мы хотим, чтобы с Богом мы поговорили через кого-то. Разве Бог не хочет с нами лично общаться? Очень часто мы идем в церковь для того, чтобы Богу рассказать, я хочу это, Господи, мне нужно это, и уходим сразу. Но Бог говорит, придите в мой дом. Я хочу общаться с вами. Общаться с вами. Как Бог сегодня обращается к нам? Как я уже сказал, во-первых, через наш разум, через нашу совесть. Но у нас еще есть и Слово Божие. Это Слово Божие, через которое Бог говорит к человеку. Как часто мы обращаемся к Нему. Как часто мы ищем ответы. В Библии, конечно же, нет ответов на различные ситуации жизненные такого плана, как один, два, три. Ответ. Пойдешь сюда, значит, это будет. Пойдешь сюда, значит, то получишь. В Библии этого нет. Библия наполнена библейскими историями, сюжетами библейскими, жизненными сюжетами. В Библии много отрицательных примеров, которые переживали люди, библейские герои. Для чего они туда помещены? Чтобы показать, как Бог из различных ситуаций может вывести человека. В каких обстоятельствах Бог может защитить человека. Какого грешника Бог может изменить. Какие вопросы Бог решает в жизни людей. Мы можем находить много разных вопросов. Вот здесь в Библии есть ответы. Это укрепляет нашу веру в Бога. Это укрепляет наше доверие Богу. Тогда, когда я прихожу в молитве и не верю, что я могу получить ответ, зачем я это делаю? Это с одной стороны. С другой стороны, в Библии есть текст, что есть молитвы, которые даже мерзостью перед Богом являются. Это молитвы, которые являются эгоистичными молитвами. Это молитвы, которые направлены на проклятие кого-то. Писание нас учит следующим. Отдайте суд в руки Божьи. Не будьте людьми эгоистами. Бог еще в другом месте говорит, с женой твоей налаживай отношения так, чтобы ваш конфликт не стал для тебя преградой в молитве. То есть, конфликтная ситуация. А я подобно лицемеру, как и описывается эта история в Библии, пришел в храм и говорю, Господи, он не прав. Моя жена не права. Мой сын не прав. Моя дочь не права. Мой друг не прав. Мой начальник не прав. Он не прав. Господи, ты же видишь, что я прав. Но всегда ли я прав? Всегда ли мой начальник не прав? Всегда ли моя жена не права? Всегда ли мои дети не правы? Может быть, стоит взглянуть сначала на себя? Молитва «Очень наш», она уникальная молитва. Она учит нас, как нам строить молитву. В этой молитве мы находим, во-первых, наше отношение к Богу, где говорится «Очень наш». Другими словами, я признаю авторитет Бога. Я к Нему обращаюсь. Потом там есть слова такие, как «Да будет воля твоя». Я хочу, чтобы воля Божия в моей жизни свершилась. Или, может быть, мне нужно, чтобы моя воля свершилась. Я хочу, чтобы по моему плану Бог действовал. «Да будет царствие твое». А какое царство на небесах есть? Или как оно устроено? В небесном царстве беспрекословно выполняется воля Божия. Я говорю, «Да будет царство твое здесь, на этой земле. В моей жизни да будет царство твое». А я готов беспрекословно подчиняться Слову Божьему, воле Божией. Очень часто человек говорит, «Бог меня не слышит». Не Бог не слышит, а я не слышу Бога. Не Бог не отвечает, а я не хочу увидеть и понять, что Бог хочет мне сказать. Не Бог лишает меня благословений, а я сам себя лишаю благословений, когда иду вопреки воле Божией. Потому что воля Божия – это благо нам принести. Но я сам себя лишаю благословений. Бог оставил в Библии принципы, которым говорит нам, обращайтесь, живите по этим принципам, поступайте по этим принципам, и будете иметь благословение. Я же говорю, Господи, у меня есть мое видение, у меня есть мои планы, у меня есть мои цели в жизни. Я хочу вам рассказать маленький пример. В 17 лет моему отцу оторвало руку, он упал на станок, и ему оторвало руку. Сегодня он без руки. Уже прожив много лет жизни, имея четверых детей, он в 17 лет когда-то потерял руку, я ему задал вопрос. Я говорю, пап, скажи мне, пожалуйста, что ты чувствовал в тот момент? Он говорит, жизнь остановилась. Потому что все планы, которые я строил в своей жизни, они просто рухнули. Теперь я в 17 лет инвалид. Кому я нужен? Что я могу достичь? Одна рука у меня осталась. И та, которая была оторвана кисть, у него гангрена пошла, он операции переживал, он в холоде не мог находиться, потому что в Сибири жил. Но когда он говорит, я просто пришел к Богу и сказал, Господи, теперь ты меня дальше веди. Бог повел его таким путем, что сегодня он является пастором церкви. И когда я ему задаю вопрос, ты жалеешь, что Бог повел тебя таким путем? Он говорит, нет. Нет. Потому что, говорит, я сегодня не знаю, где бы я был. И какими бы благословениями я пользовался. Вообще жил бы я на этой земле или нет. Поэтому тогда, когда мы смиряемся перед Богом, мы принимаем Его волю, это для нас благословение. Бог благословил моего отца. Он женился на молодой девушке, которая приняла его таким, какой он есть. Которая родила ему четверых детей. Которая прошла с ним все тяготы жизни, потому что он не мог много зарабатывать. Он был инвалидом. Но она прошла весь жизненный путь вместе с ним. И сегодня ни она не жалеет, ни он не жалеет. Потому что Бог благословил. Они смирились перед волей Бога. Они услышали Божий ответ. Даже в такой казусной ситуации. И приняли его волю. И это было благословением, которое они переживали в свое время в молодости. Переживали всю жизнь и переживают сегодня. Спасибо вам, Даниил. И одним предложением все-таки. Если человек думает долгое время, что молится неправильно. И молитва его, как говорят, выше подолка не поднимается. Возможно, вы это переживали. Может, одним предложением. Что вы посоветуете этому человеку? Не оставлять молитву. И быть внимательным к тому, что Бог хочет сказать. Через обстоятельства, через совесть, через разум. Самое главное – обращаться к Священному Писанию. Там есть ответы на все вопросы. Спасибо большое за ваш такой полный искренний ответ. Спасибо и вам, друзья, за ваше внимание. Будем рады получить от вас новые вопросы в нашей студии, в социальных сетях. С вами была программа «Вопрос служителю церкви». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok